Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кукиши и прочие всякие вещи Возможно мы надеемся, что вот этот голос Грудь вам не покажет Что-то покажет нам Попой стоит и грудь хочет еще покажет Вот, да Не надо путать мою попу с моим же лицом Что-то будет показывать, мы камеру развернем Чтобы у нас нет секретов от зрителей Вот, так вот, я тут понабирал Это у вас есть А ты видел, 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 видел Секрет от зрителей Вот, 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 короче Там у тебя где-то новость, я подсмотрел Про эротический календарь Угу, угу Ты уже нашел этот календарь? Да Ну-ка, покажи Ну, вот тут, короче, ну вот, вот как-то Ну, сделай вид, как будто тут календарь Ха-ха-ха-ха Он мне Леонардо Де Каприо показывает Да Значит А у нас тут телефоны в режиме полета По новостям, да То есть у нас все знают, что Леонардо Де Каприо Мечтает сыграть Владимира Путина Вот, то есть вот А знаешь, в чем фишка? Давай В том, что у тебя нет, кроме заголовка Остальные новости А у меня есть Нет Я, зная, что он в интервью Признался, что он всегда мечтал сыграть Владимира Путина Или Ленина А также Троцкого Вообще, в принципе, Льва Николаевича Сталина Раз Путин еще хотел сыграть Да То есть вообще, в принципе, вот у Леонардо Де Каприо У него мысль сыграть всю историю России Понимаешь, да? То есть вот ранний трилобит Вылезает Мне кажется, знаешь, тут в чем фишка? Он перестал надеяться на Оскар И он хочет уже хотя бы Нику получить Это уже отчаяние Что хотя бы Он сыграет безрукого И безногого И безногого То есть вот как только он начинает играть трилобит Он уже безрукий Нет, а в принципе, вот представим Да, Ди Каприо и Безруков Вдвоем В одном фильме Это вот эротик опять погнал, товарищ Да Ди Каприо и Безруков в одном фильме Помело Андерсон посередине Да, причем фильм нужно такой обязательно И сценарий уже не нужен, ты понимаешь? Нет, но фильм нужен такой, что-нибудь Вот про какие-нибудь эпичные битвы Про сантехника Звонит Звонит Ди Каприо Ди Каприо Открывает Безруков, а там у него Помело Андерсон и Бейонс, допустим Можно я выйду? Помело Андерсон в виде Безрукова Точнее, Безруков в виде Помело Андерсон Да, они должны так меняться места О, да, и сюжет это не надо никакого И это уже было, называлось городок И Оскар сразу же Сразу же дадут Оскар Вот Вторая у меня новость, которая здесь у меня более длинная Что медики из детской больницы Швеции Выпустили эротический календарь Я вот в принципе вот всяко-разно За Я вообще считаю У нас есть бром в студии Кстати, между прочим, вот насчет брома Вот в армии в свое время, когда я служил В кисель добавляли бром И ты знаешь, вот сколько мне еще И тебя до сих пор не отпустило 42 года, ага Начало, кажется, действовать А, действует У меня такое ощущение, что начинает действовать Годам к 70 вообще, наверное Ну ладно, к брому мы еще вернемся Он накапливается в организме В организме накапливается Мне кажется, что вот Кинокомпания, телекомпания АТВ Зря не выпускает свой эротический календарь Я бы посмотрел Ну то есть На кого? На всех, абсолютно В том числе, конечно, и на тебя В розовых трусиках Я не знаю, как вы будете Ты откуда знаешь? Вот, видели, мы выдаем уже свои секреты Да Так вот, медицинский персонал Крупнейшей в Швеции педиатрической клиники Названной, главное, что В честь детской писательницы Астрид Лингрен То есть Карлсон, да, мы все помним Выпустил настенный эротический календарь на 2016 год Именно настенный? Настенный Не напольный Не напольный, не накроватный А вот на стену На стену В стране разгорелись бурные споры По поводу этичности такого поступка То есть вот Саша, насколько этичен такой поступок? Слушай, смотря на сколько эротический календарь Я так понимаю, нет? Календарь вообще не эротический Судя по тем снимкам, которые я нашел в интернете Там все так запикселизовано Не, ну так это наш интернет запикселизованный, что ты хочешь А это наш интернет? Там у них в Швеции это все вот Все разрешено А ты вот как-то немножко напряги мозг, представь, что там пикселей нету Вот работа мозга начала Прям шевелится А я вот как раз Там же детей не было Это раз В этом календаре Поэтому все остальное А в поликлинике были А в поликлинике были То есть маленький мальчик Я помню себя там в возрасте 9 лет, да? И тут медсестра И эти люди запрещают мне ковыряться в носу Я представляю, какой восторг у мальчиков, ты понимаешь, да? То есть вот по поводу календаря Ты в больнице в детстве часто лежал, да? Ну а что? Я лежал в больнице Но у меня таких не медсестры не было Которые выпускали эротические календаря Я вообще не вылезал из больницы, понимаешь? Так вот, смотри Это абсолютно неприемлемо И является признаком недостаточной рассудительностью Пришлось заявить Внимание! Главврачу клиники Вот здесь я попрошу вас сосредоточиться Который на обложке Нет Сванте Норгренусну Пожалуйста Сейчас дьявола вас Прочитайте Ай, я понял Ты пробил, забыл поставить Это не я, это в новости так Сванте Норгренусну Сложное у него имя А вот местными это уже Другому Я думал, это часть фамилии Нет Это ты пробил, забыл поставить Ага Вот В общем, в то же время Общество в оценке ситуации разделилось То есть нашлись люди, которые сказали Которые сказали Фу-фу-фу-фу Как так можно? Нет ничего постыдного Да Кое-кто предложил при помощи эротического календаря Собирать деньги для больницы Отлично Слушаю вас Она хочет предложить при помощи эротического календаря Собирать деньги для деликамбалятовы Ваш календарик мы купим Я точно куплю Так вот Продолжай, так сказать, нашу Нашу вакханалию Вакханалию новостей Просветительскую Да, да Это вообще старая новость, но тем не менее Да? Но она мне нравится Мне нравится Мне уже сразу нравится Я, правда, не знаю про что, но мне уже сразу нравится Да, что уборщицы с Газпром украли куртку Сумку Диор Куртку еще и куртку украли И куртку тоже украли За 300 тысяч рублей Причем, знаешь, вот когда я читал эту новость Ты неправильно читаешь эту новость Нужно вот так читать У уборщицы Газпрома Украли сумку Диор за 300 тысяч рублей Вытащили из собственного внедорожника Золотого Не знаю Судя по всему покрытого И вот в этот момент я Впервые в жизни хочу работать уборщиком Я бы даже сказал Напылесосило И тут мы все такие взяли Взяли швабры И поперлись с Газпром Это вообще вот можно прямо у двери Можно я вот здесь потру немножечко Нет, а ты видел вот в интернете уже вот эти Куча Естественно Желающих работать в Газпроме Не прошли мимо То есть сейчас самый большой конкурс у нас На уборщицу Газпрома Все прочие Уже открывается институт уборщиц Газпрома Вот Я так понимаю Попасть туда тоже достаточно Достаточно сложно Туда еще сложнее чем в гимо попасть Вот И продолжает тему Нет А никто же не называет что она убирает в Газпроме Может она конкурентов убирает В принципе да уборщица В Газпром Если у нее Да Если у нее такие сумочки Ну еще так сваливается с потолка и шва братья Хренак по голове Все ясно Продолжая тему трудовой занятости Австралийка Софи из города Я попробую как ты понимаешь Из города Баларат Открыла вакансию Человека-кота Бэтмена Не погоди Кота-мена Кота-мена Бэтмена Человек-кошка была же уже Но это не девушка-кошка Это человек-кошка Понимаешь То есть девушка не человек Мы всегда знаем Разделение Разделение По половому признаку Это не у меня Это у австралийки Софи Я-то тут при чем Так вот Что делать надо Софи утверждает Что у нее проблемы со сном Ей будет лучше засыпать Под звук кошачьего мурлыкания Если ее обнимет большой человек При этом сотрудник Должен с 23 до 6 утра Спать на ее кровати в ногах Мурлыкать и присматривать за ней Во время сна Она не серьезно Она сообщает Что не может завести настоящего кота Потому что Что-нибудь Не имеет времени Для кота За домашним питомцем А теперь внимание Внимание вопрос Оплата почасовая Так И от 30 до 60 австралийских долларов То есть 1603-200 в час Кто там еще в уборщице Газпрома? Мне кажется вполне нормальная достаточность То есть я тут хожу в заседание А я помог за эти деньги спать в ногах У австралийской девушки Может даже и не в ногах То есть ну ночь я по чеку Животные они такие Где хочу там и гуляю Да, ты открываешь А тут жопу К тебе перенесла Ну и соответственно Австралийка Софи просыпается А тут я перед ней весь В кошачьем костюме Мне кажется Она так завуагирована И главное 3200 в час Мне платят за это Ты понял? В общем-то Я думаю Все-таки надо копить А там Лоток Но если не умеешь Мурлыкать То смысл Да, кстати Ты должен будешь до 6 утра Мурлыкать Если гадить по углам То в принципе Это все могут Мурлыкать Яй-яй-яй гадит За 3200 Знаешь как Мурл Я тебе помурлычу Вообще Весь час буду мурлывать Она не уснет У нее тогда вообще Будет расстройство сна Если ты будешь лежать В ногах И тарахтеть Так Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур Хотя вообще Я не знаю Ничего не знаю Я с утра встаю Я не знаю Как Виталий Мурлычает Получаю свой чек И ухожу Спит она там Не спит Гажу в лоток И ухожу Я сотрудник кот У меня есть свое Чувство человеческого Достоинства Кошачьего Кошачьего Да Я мурлыкаю Гажу Ухожу И все Деньги получаю Покупай себе сумку За 300 тысяч рублей А 60 долларов Австралийских Это в Австралии Нормально нет оплаты? Ну я говорю 3200 получается Ну это на наши А там-то тебе еще Прожить как-то надо? А-а Ну вот это я не знаю Это вот этим надо Дольше надо заниматься Вот Намурлыкает На билет Обратно домой На мурлыке Вот У меня тут Интересная Стратическая новость Товарищи Ты их откуда вытаскиваешь? Вот Мне вот нравится Надо говорить Рубленым таким А вот это вот Об обращении Народного хурала Республики Это тоже новость? Это нет Это уже не новость Это старость Ладно Смотри Тут надо говорить Вот так вот Москвичи Стали жить дольше Продолжительность жизни В Москве На 6,5 лет Больше чем В остальной России Заявил представитель Мэра столицы Леонид Печатников По его словам Москвичи живут В среднем 7-7 лет Ну то есть 77 77 Сопорики Смертность же остается На уровне предыдущих лет Или даже несколько Более низком уровне Почему я эту новость Выбрал? Почему? А потому что Здесь очень интересно Во-первых Потому что она длинная То, что он говорит Вообще это немыслимо Но еще совсем недавно Мы не представляли Что в Москве Женщина будет жить Больше 80 лет Заявил Печатников То есть Вот такой вот То есть Этот чувак Представитель мэра Москвы То есть Вы еще и жить будете В мэрии Москвы Не надеялись Что кто-то будет В принципе Там дольше 80 Мы тут прямо Мы и керосином И дустом Вас пробовали А вы все живете Ты понимаешь? Польца нам понастроили Пробки там построили Неровную брусчатку Чтобы ноги там ломали себе Все такое А вы живете Что, говорит, с этим делать Непонятно И вместе с тем Он пояснил Что имеющая статистика Может оцениваться Лишь с учетом того Что в нее включают Не только москвичи Но и другие регионы То есть Зачастую в Москву Приезжают Анкобольные на последних стадиях И другие тяжелобольные люди Прямая цитата Четверть тех Кто умирает в Москве Не москвичи И мы о них ничего не знаем То есть Что приехали Помирать Москва не резиновая Вы не только жить Вы сюда помирать Приезжаете Совсем оборзли У себя туму таракани Не можете умереть Что ли? Вот ты с УЛН-УД Помирай в УЛН-УД Нет, приехал в Москву Поешь помирать То есть Москвичи такие Живут по 80 лет А кто-то еще приезжает Статистику портит А кто-то еще имеет Наглость сюда приехать И умереть Да 90 Ты понимаешь? Ну то есть Вообще статистику портит Таким образом В Москве Впервые История города Живет тысяча Человек Отметивших Столетний юбилей Ты эту новость Дочитай У тебя тут есть Более интересная новость На самом деле Погоди Погоди Ты иначе До них вообще Никогда не дойдешь До этих новостей Интересно Во, у меня Астахов Давай я про Астахов Пока Хватит разговаривать Хватит тебе уже Про этих политиков Вот смотри Отличная новость А я когда про политиков Говорю Меня здесь запикивают Все время То есть я такой Вот он и пи-пи-пи-пи Отличная новость Мне хочется сказать Что он пи-пи-пи Он говорит Демократ Девушка говорит Девушка говорит Вы могли бы выйти замуж За радикала Да Она говорит За ради чего За ради чего Отличная новость Немецкие ученые Ну Хорошие ребята Я потерял конец Это видишь Короче Немецкие ученые Создали двигатель Для чего бы Вы думали Во Конец новости Ну Ну Двигатель Немецкие ученые Знаете Я трава чужда Не Судя Почему Бери круче Бери круче Это немецкие ученые Это не британские Они мелочами не занимаются Немецкие ученые Создали двигатель Для сперматозоидов Почти 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 Вот зрители Сейчас не видят Но у меня в голове Сразу вот Такой взрыв мозга Произошел Сразу задвиглись Я могу сразу Понимаешь Немецкие ученые Опрокидаю теорию Теорию эволюции Потому что у нас Вот как говорится Вот все мы здесь сидим Победители В соревновании Среди миллиардов Сравматозоидов И самые такие Быстрые Шустрые И здоровые Они добежали А теперь представьте Что добежали бы Не самые быстрые Шустрые Здоровые А самые технически Подкованные А у которых Движки Они на мерседесах Практически Заяхали А у которых Движки Они на мерседесах Движка Мы же не знаем Оставковых стоек Каждому прилепим А может возьмут Просто одного И дадут ему То есть все остальные Там пешочком А ему говорят Слышь чувак На тебе Вром-вром А и все Все Это уже Сейчас пойдет Тюнинг двигателя Теории эволюции Вы опрокидываете Ты со своим тюнингом Куда лезешь И вот представляете Мальчики Раньше Ну как мальчики Мужчины Всегда занимались Своим автомобилем Да Объемы увеличивали А сейчас мы будем Заниматься Его автомобилем Сейчас Да Че тебе маленький Надо Колесики прикрутить Ура Нитро тебе еще Да И потом Загоночка Такая Ест Ест Ну кто-то Соревнования Да Я думаю Нужен еще Джойстик Короче И так Это Я говорю Соревнования Не ну как лезешь Мини камеры Микрокамеры Уже есть И все И погнали Для лучшего Такая Все таки Соревноваться Надо Ну это так Я не настаиваю То есть Собираетесь Вы втроем С приятелями Соревнуетесь Втроем С приятелями Между собой Между приятеля Не ну там Девушка у вас есть Как трасса Вы Кто Тот и Платит Элементы Кто победил А в том случае Если несовершеннолетние То все еще и сидят Собственно говоря Новость Созданный ими метод Принудительного повышения Подвижности Сперматозоидов Заключается в использовании Специального микродвигателя В виде особой спирали Крошечное устройство Управляется удаленно При помощи изменения Направления Магнитного Поля От Размер спирали Позволяет Свободно Захватывать Сперматозоид Со стороны Жгутика После чего Вращающаяся спираль Выполняет Роль двигателя Толкающего Сперматозоид В нужном Направлении Откуда мы знаем Это же С другой стороны Если мы таким двигателем Оборудуем Каждый спирматозоид И нам допустим Не надо Мы такие От магнитика Раз И все В обратную сторону Разворачиваемся Ребята Они там Своими жгутиками А мы их везем Они на выход Вращаясь На выход Все Решена проблема Контрацепции Ты понимаешь Вот для чего Немецкий ученый Но у них тут Беда Возник У немецких ученых Осталось только придумать Как оснастить Микродвигателями Сперматозоид Очень напоминаю Сказку В живом мужском организме А не в лабораторной пробирке Проходжа на середину Я думаю Надо знать Очень просто Вот они Вот немцы Все-таки идиоты Они не знают Вот простейший вопрос Ты сейчас Подожди У нас и так с ними Тут проблемы На геополитическом Умные люди Но не понимают Как это сделать Альтернативно А я им объясняю Вот сейчас Если немцы Будут меня смотреть Я вообще Даже гран за это Не возьму Ничто Абсолютно бесплатно Как это делается Вот берешь спермик Приделываешь двигатель Отпускаешь Все Данкишон Данкишон Нам понятно Я я вам дымал Даже сфантаж Да да Все вспомнили Свои Свои словарные Немецкие А ну если вспоминать То яйка Матка Курка И это Партизан А Гитлер Капут Все Отлично В США арестовали Третью Уже третью Учительницу За секс С подростком Чего так тяжело Вздыхаешь Может им проще Было этого подростка Арестовать Учительниц Каждый раз Мне кажется Они не с той стороны Зашли Наверное Это один Тот же подросток Скорее всего Зовут его Бобочка Да Не Это разные Причем 26-летняя Кэмберли Неквин На протяжении года Встречалась С 16-летней девочкой Ну В принципе В старшей школе Ой Так В старшей школе Мы же за расширение Рамок Дест Регон В Луизиане Штат Новый Орлеан Была арестована Учительница географии Которая состояла В отношениях С 16-летней девочкой Гваделупу показывала Гваделупу Да Смотри Какая просвещенная Девушка В Роттердам Кто тоже наверное Что-то изучает В Роттердам Через Поппингаген Географию Дальше читай Как сообщает Daily Mail Daily Mail Это случай Не единственный В истории Средней школы Всего 4 месяца назад Этой же самой Этой же самой Всего 4 месяца назад Были арестованы Две преподавательницы Которых признали Виновными В участии В групповом сексе С одним 17-летним Учащимся Той же школы Вот пацану повезло Вообще А знаешь за что Как Точнее повязали Да что Тут даже к бабке ходить Не надо Трепался Да Фотки показывают Да Да То есть Вот основная тут Причина Проблема в том Что подростки Они потом трепутся То есть Если девочка Подросток Наверное сильно Не трепалась Я даже представляю Как парень этот Трепался Он просто вышел И скажет Стоп я Ес Это у меня Был секс Сразу с географичкой С математичкой И я на самом деле Еще и Лиза Иванова Директора Нашего И теперь я знаю Где находится Гудолупа Да Да Все такие Где 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 А кто-то Особенно завистливый Сразу стукнул в полицию Пожалуйста Вот Теперь вот С точки зрения Общечеловеческой Давайте согласимся Что это неправильно Давайте согласимся Что у них там Совсем уже все гибло Да Ну вот это гибло Я вообще Соединенные Штаты Америки Теперь не люблю У них Вот Вызывающий Пуританизм Своё Это было классно Дети цветов Валяются на улице Все Обкуренные Это классно На самом деле Нет войны Давайте заниматься любовью А когда Закроют скоро С твоим классным А когда они Не ну это же замечательно Смотри девушка Как слушать заворожен Тоже надо будет ей показывать Голдый лук С открытым ртом После эфира Вот Но на самом деле Когда люди начинают В пуританство Вот это вот Лицемерие отрицать Ребята Мы все из этих миллиардов А чтобы сперматозоид появился Надо заниматься сексом Надо двигатель Да Вот именно В том числе То есть Раньше немцев не было Люди занимались По старинке То есть Все мои результаты В принципе Сексуального акта Что теперь этого стесняться И если Когда люди говорят Вот там Ву Какая гадость Ребята Вот как бы На самом деле Я этого не понимаю Если бы ваши родители Этого не делали Вас бы сейчас не было Те кто это отрицает Могут с разбега Просто в аптенку удариться И мы сейчас должны Продолжать традиции предков Наши предки Миллиарды лет До нас это делали Ты понимаешь Да То есть Мы не можем Отрицать То что Эволюция Надо Поэтому Девушки Которые Меня слушают Занимайтесь Сексом Парни Тоже кстати Не оставайтесь После 18 Кто это сейчас Соблюдает Они До 18 Просто Друг с другом Понимаешь До 18 Они Просто Вот и все Просто Предохраняйтесь И двигатели Не приделывайте А если приделали Раз магнитом На выход И все То есть Социальная зрелость Она наступает Немножко Позднее Чем Половая Скажем так Социально Зрело Я только сейчас А сексом Заниматься Я намного Раньше Ты закончил Нет Я бы много Чего сказал Просто Вы на меня Осуждающие Смотрите Я вот даже Не хочу Следующую Новость Читать Секс Ворево Ну Как Если кто Отрицает Я вообще Вот у меня Вон у тебя Висит Политическая Партия Известная Математика Поддержка Сексуальных Отношений Потому что Я считаю Что без Сексуальных Отношений А ты можешь Партию Создашь Да Жизнь На земле Невозможно Вот кто Это Отрицает Точно Да Да Железно По крайней Мере Я имею Ввиду Кроме Этих Которые Пачкуют Ты зря Вот так Вот В открытую Это говоришь Потому что Под это Люди Обычно Бабки Выбивают На исследования Чтобы доказать Что без секса Жизнь На земле Невозможна Надо Гранжи Получить А давайте Мы Будем изучать Возможно Ли размножение Человека Без секса Давайте И с первого Будем пробовать Без секса Разнажаться Возможно Все уже изучили А ну да Вот эти Пробирочки Да Короче Нет А у меня Будет Большая Макроэкономическая То есть Насколько Это возможно В отсталых Странах Сколько Стоит Вот эта Штучка Мне Выделят Девушек Различных Для размножения Я буду С ними Размножаться Как-то Так Я Миллионов 15 Возьму Буду Лет 5 В парижском Музее Арестовали Раздевшуюся Прилюдно Художницу Видишь Художница Подтверждает Она не просто Раздевалась Намекала У них В париже Нет нормальных Мужиков Где Говорит Вот Мой Секс Вот А Виталия Здесь Понимаешь Но Я здесь И ты Женщина Разделась У полотна Эдуарда Мане Тот Который Мане Олимпия Помню Че ты Помнишь Примерно Мане Или Олимпию Олимпию Помню Примерно И И че Она с ней Сделала С Олимпией Ничего Просто Подошла Хоба А То есть Не смотрите На Мане Смотрите На Мане Да На Мане Смотри На Мане Не смотри Понятно Сама художница Отвергла Обвинение В нарушении Общественного Порядка Ну еще бы Назвав свое Действо Перформансом И актом Искусства Это вообще Классно Вообще Слово Перформанс Можно по любому Поводу То есть Извиняюсь За выражение Как это негде Ты такой Спустил на площадь И тебя так арестуют Такой Это перформанс Нет А ты знаешь Про Вот кстати Перформанс Если Вот у соседа Под дверью Нагадить Нагадить Позвонить Дверь И убежать Это инсталляция А если Позвонить Нагадить И смотреть Это перформанс А ну да То есть действие Непосредственно Когда происходит Перформанс А когда уже Закончено Это инсталляция Это инсталляция Ну видишь Не разбираемся Мы в Сибири В таких штуках Но в любом случае Вот та инсталляция Которая после твоего Перформанса Остается Она пахнет Как правило Ну вот И если ты у нас Ничего не хочешь Сказать про Мане Я сразу могу сказать Что Давай Ты опять Что да Что девушка Она хочет Сказать Вот Выхолощивание Отношений Исчезает Понимаешь Подожди Подожди Это все сложно Для понедельника Вот сейчас Чтобы люди Загуглили Те которые сидят Эдуард Мане Полотно называется Олимпия Девушка Подошла К этому полотну Разделась И встала Точно в такую же позу Как героиня полотна А тело у нее было Как у героини полотна Или нет Потому что Манет Он не любил Сильно пухленьких Рисовать А тут не написано Более-менее Отвечащиеся Загуглили С современным стандартом Да Ну и зачем Она это сделала Ну зачем К чему привлекала Внимание К себе Да ну перформанс Она просто захотела Разделась Да просто захотела Давай про Астахова Вот кстати Между прочим Давай про Астахова Ну что ты мне Прораздилась Не даешь Это сон Ты вот так Заходила Разделась Я не столько А я его сегодня Хочу раздеться Сколько Сколько хочу Посмотреть Как люди раздеваются Не знаю Пахача Минута Минута Вот у нас Астахов предложил Наказывать Минута Поздравляй меня Поздравляю тебя С днем рождения 72 года Это срок Все таки Хотелось бы Чтоб ты и дальше Был такой юный Как ты выглядишь Если кто-то там Будет перед тобой Раздеваться Знаешь что делать Ну если не знаешь Звони Договорить С девушкой Расскажешь Немецкий мучанок Я пошел За двигателями Чисто позырить А что зырить Это же Такая штука Как это Над этим надо Кстати подумать Подумать А что тут думать Надо по-трейски